здравствуйте друзья мы продолжаем со стройки репортаж вот вы видите что электрик приходил этот свои коробочки синие под оставил их много вот видите там где розетки будут вот сюда со всех сторон тут выключатель как бы совершенно очевидно при входе выключатель понятно вот там розеточка здесь при входе при входе выключатель там какая-то видимо с той стороны что-то такое вот сюда до розеточка в общем вот такая жизнь эти вы мы видим много осенненького наверху вы смотрите там говорили проводка хочу видеть как будет проводка но пока вот так значит я думаю что проводка вас удивит если вы привыкли к тому как это делается там в постсоветском пространстве там совершенно другие стандарты вот пожалуйста я помню мы когда предыдущую фазу строительства производили и там очень многие возмущались и как же так надо было положить в желоб какой-то там металлический внутрь и так далее здесь другой стандарт вот так делают это для лампочек вот это там будет лампочка а вот тут вот вообще вот эта стенка где я сейчас стою я у самой стеночки вот тут будет шкаф стенной это так называемый процесс группа электрика потом еще будет электрика такая более тонкая да когда будут розеточки выключатели вот это все кому интересно проволочку значит вот такая проволочка дана в изоляции если уж там тут бетон критиковали то с электрикой я себе представляю что люди скажут но окажутся они и попади они на стройку они бы тоже вот то же самое делали вот и может быть даже не крутили бы по виска увидев как в других местах люди делают по-другому вот эта зеленка сюда мне кажется они специально обрабатывают эту поверхность не знаю от чего я спрошу когда увижу человека грамотно это возможно вот так друзья все это происходит в мире чистоганно а вот еще на блоге бочка у нас тут идет разговор такой значит вот парень объясняет каким образом ему удалось в будущем душе сделать наклон я надеюсь что вы видите что вот туда к водостоку оно стекает один инч перепад уровней то есть один и вот он сделал одним узком фанеры значит и светлый будет а как же кусок фанеры и вдруг он туда вниз пошел а он говорит а я с той стороны говорит он с той стороны этой фанеры я сделал надрезы говорит он и вот она разошлась еще один вопрос я тут задал на ходу просто ребята ребята говорят а кто же будет на крыше дырки прорезать и вообще как это произойдет и вот нам товарищи писали что накрыли бумаги потому что ожидают завтра дождик но перед тем как вот эти шингл положит сверху значит человек вырежет для вентиляции там все что положено вот все что из крыши должно торчать все будет прорезано перед тем как положить само покрытие на крышу в общем друзья я хочу сказать что конечно уже таких драматических перемен когда каждый день что такое возникало вот у нас уже тут больше не будет так будет все каждый день по чуть-чуть по чуть-чуть ну вот с этой глубокой мыслью я вас оставляю сегодня